Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. В регионе образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 участковая избирательная комиссия. В Самаре началось трехдневное голосование. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Цветы к вечному огню возложили представители общественной организации жителей блокадного Ленинграда, члены ветеранских организаций, кадеты, школьники. Подробности в нашем сюжете. Отремонтировали шесть дворов благодаря программе формирования комфортной городской среды. И еще столько же по проекту содействия. Жители Кировского района отметили благоустройство дворовых территорий. В России в эту пятницу первые из трех дней голосования на выборах. Избирательные кампании различного уровня проходят в этом году в 85 регионах. Избирают глав субъектов, депутатов региональных законодательных собраний и местных парламентов. Также проходят довыборы в Госдуму. Губернаторов будут избирать в 21 регионе, в том числе в Самарской области. В регионе образованы и действуют 47 территориальных избирательных комиссий. Работает 1751 участковая избирательная комиссия. Образовано 16 уик в местах временного пребывания граждан. Более 300 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней. Голосование будет не только 8, но и 9, 10 сентября. В первый день голосования свой выбор сделал Дмитрий Азаров. По традиции он поставил галочку в бюллетене в своей родной 132-й школе. Сегодня удобнее для многих людей. И предварительный опрос, а мы уточняли мнение людей, над этим работала областная избирательная комиссия. Люди говорили о том, что в пятницу для многих удобнее. В субботу и воскресенье есть желание у кого-то выехать, и за город в том числе. Поэтому три дня дает возможность голосовать в удобное для каждого человека время. А в 69-й школе на УИК 33-49 в советском районе свой гражданский долг исполнила глава Самары Лена Лапушкина. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Избирательные участки в 69-й Самарской школе открываются под гимн Российской Федерации. Перед началом электорального процесса на УИК 33-49 были проверены кабинеты, урны и кабины для голосования. Начали свою работу общественные наблюдатели. Здесь их четверо. Они следят за честностью и прозрачностью выборного процесса. Я должна наблюдать о правильности проведения голосования. То есть вначале я должна была прийти, что я и сделала, просмотрела урны, наличие кабинок, наличие листов. И самое главное, чтобы они не были бы помарены. Исполнить свой гражданский долг на избирательный участок в советском районе приехала и глава Самары Елена Лапушкина. Мэр города прошла процедуру регистрации и приняла участие в выборах губернатора Самарской области. Голосование проходит по законной процедуре. Кроме того, передо мной уже люди голосовали, что тоже не может не радовать. Хочется напомнить всем жителям Самары, Самарской области о том, что с сегодняшнего дня, с 8 утра, начались выборы. Выбор губернатора Самарской области. Человек, который будет руководить Самарской областью, Самарской губернией в течение пяти лет. И, конечно, наше свое конституционное право прийти и проголосовать. К избирательным участкам жители Самары потянулись уже рано утром. К открытию многие хотели исполнить свой гражданский долг до начала рабочего дня. Одной из первых на выборы пришла жительница Самары Ольга Панина. Избирательным правом, отмечая девушка, наделен каждый человек. И каждый должен этим правом воспользоваться. На выборы, конечно, нужно ходить, чтобы выбирать своего губернатора. И у меня тоже близкие все ходят на выборы. Избирательные участки в столице региона будут работать 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. 337 743 жители Самарской области успели проголосовать в первой половине дня 8 сентября на выборах губернатора Самарской области. Это более 14% от общего числа избирателей. Предварительные итоги по явке на 15 часов подвели в избирательной комиссии региона. Напомню, в первые два дня голосования явку будут подсчитывать по состоянию на 15 часов и после закрытия участков. А вот 10 сентября традиционно будут подводить предварительные итоги явки утром, затем на 10, 12, 15 и 18 часов и также после закрытия участков. Также из первой предварительной статистики стало известно, что до 15 часов успели проголосовать более 94 тысяч жителей Самары. По проценту пришедших избирателей к тому же часу лидировали муниципальные районы Клявлинский, Похвестневский, Алексеевский и Шанталинский. Там успели проголосовать более 40% избирателей. Также председатель регионального избиркома Вадим Михеев отметил, что никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, выявлено не было. Все поступающие сообщения сразу проверяют специалисты комиссии. Что касается обращений и жалоб в избирательную комиссию, то официально к нам жалобы еще не поступили. Все остальное идет, как вы видите, в социальных сетях. Мы там тоже реагируем на эти обращения, на эти жалобы, отрабатываемых совместно с территориальными участковыми комиссиями. Говорить о нарушениях, которые могли бы повлиять на ход избирательной кампании, не приходится, их нет. Прийти и проголосовать на участке, этот способ выполнить свой гражданский долг, остается наиболее популярным среди самарцев и жителей области. Напомню, выбрать главу региона в этом году можно двумя способами. Отдать свой голос на дому, либо прийти в избирательный пункт. Они работают, например, в образовательных учреждениях. Избирательный пункт в санатории Самарский появился благодаря увеличению численности жителей Кировского района. Сейчас это один из самых востребованных участков. Отдать свой голос сюда приходят жители города и его первые лица. Мы выбираем на очередные пять лет, чтобы регион развивался лучше. Поэтому я призываю всех прийти, отдать свой голос. И, естественно, будем точно понимать, что регион будет идти дальше. И от этого зависит благополучие именно всех живущих самарцев. С восьми часов утра по всей Самаре работают избирательные пункты. В предстоящие выходные дни жители города не просто отдают свой голос. Они выбирают, каким хотят видеть будущее региона. Мне кажется, в нынешней ситуации, в данное время в нашей стране мы выбираем будущее. Будущее наших детей, будущее нашей страны. И выбор каждого из нас, безусловно, важен. И мы все вместе, маленькие крупинки, которые в целом, создадим что-то новое, новое будущее. И оно всегда будет светлым, лучшим для всех нас. По словам председателя избирательной участковой комиссии, которая базируется в санатории Самарском, первый день выборов в пункте прошел в спокойном режиме. Явка ожидается высокой, потому что на участке много желающих проголосовать. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Отдал свой голос на выборах и председатель Думы Самары Алексей Дегтев. По традиции он пришел на избирательный участок, который располагается в школе номер 29. Как отметил парламентарий, для него это учебное учреждение не просто место для голосования, а альмаматор. После окончания 29-й школы и получения высшего образования, Алексей Дегтев продолжительное время работал в этом учебном заведении. Также парламентарий призвал самарцев последовать примеру и проявить свою гражданскую позицию, отдав голос в предстоящие дни выборов. Хотел бы, чтобы мы все самарцы к этому мероприятию, к этому праву, который нам о предном Конституции, отнеслись со всей должным вниманием и ответственностью. Наблюдатели – важные участники процесса выборов. Именно от них зависят прозрачность и легитимность голосования. Их работу курирует общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Ксения Баканова продолжит тему. Для обеспечения открытости и законности выборов на каждом избирательном участке работают независимые общественные наблюдатели. Их основная задача – контроль за ходом голосования и фиксация нарушений. Активисты говорят – важно грамотно выполнять свою работу, а еще быть чуткими. К людям – внимание. Тем более то, чем занимаемся выборами губернатора. Конечно, подсказать, вовремя увидеть и доброжелательно быть. Вообще людей надо любить. Деятельность наблюдателей курирует общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. Его представители проконтролировали работу на участковой избирательной комиссии номер 2912 и на участковой избирательной комиссии номер 2918. На участке размещены правильные все документы, которые необходимы. У нас протокол данной участковой избирательной комиссии, где указано количество избирателей, количество выданных бюллетеней. Соответственно, вся информация, необходимая для проведения спокойного прозрачного процесса, здесь полностью обеспечена. Никаких нареканий у нас как членов штаба нет, поэтому мы продолжаем наблюдение. Члены избирательной комиссии организованы, дисциплинированы, приветливы. И они заботятся о каждом избирателе, создают для него благоприятные условия для цельного и целеустремленного принятия решений по голосованию. Для тех, кто по уважительным причинам не может прийти на избирательный участок, предусмотрено голосование на дому. Для этого нужно подать заявление в участковую избирательную комиссию лично или по телефону. Необходимо успеть до 14.00 10 сентября. Сегодня было 8 человек. Настолько ответственные люди. 90 лет. Женщине она заявку прислала. Мы пришли, она довольна. Нас встретила, проголосовала. В общем, все хорошо. Избирательные участки продолжат свою работу 9 и 10 сентября с 8 до 20.00. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Люди с самого утра активно идут на избирательные участки. Наш корреспондент Ксения Баканова узнала, как работают УИК 3209 и 3210 и готова рассказать подробности. Ровно в 8 часов утра свои двери открыли избирательные участки. Желающих выполнить свой гражданский долг много. Чтобы выборы прошли честно и прозрачно, важен контроль за ходом голосования. Его осуществляют общественные наблюдатели и специальная техника. Выборы начались позитивно, с гимна. Народ стоял уже. Очередь у нас уже была такая небольшая, но тем не менее у нас достаточно много членов избирательных комиссий, которые совершенно спокойно работают. У нас имеется камера видеонаблюдения, которые, так скажем, ведут постоянный процесс за тем, что происходит у нас. Мы ждем всех с 8 утра до 8 вечера, 8, 9, 10 сентября. Пожалуйста, все приходите и голосуйте. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо предъявить российский паспорт члену избирательной комиссии. Далее получите бюллетень. С ним нужно пройти в кабинку и отметить того кандидата, за которого хотите отдать свой голос. Затем опустить бумагу в опломбированный ящик. На участках установлены два типа урн. Старые добрые пластиковые и электронные. Последние автоматически подсчитывают голоса и даже разговаривают. Спасибо. Вы проголосовали. Избиратели говорят, ходить на выборы нужно. Каждый голос имеет значение. Главное – подойти к процедуре со всей ответственностью. Важно голосовать для своего кандидата, чтобы выбрать того, кого ты хочешь. Я старшая по дому, всем написала в интернете, в чате, чтобы пришли и голосовали. Узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий можно на официальном сайте избирательной комиссии Самарской области. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. В следственном изоляторе, расположенном на территории справительной колонии номер 15, прошла процедура голосования. В выборах губернатора Самарской области приняли участие более 60 подследственных. За порядком проведения голосования наблюдали представители УФСИН России по Самарской области и общественного совета при управлении. Подробности в репортаже Светланы Тимофеевой. Этих избирателей по дороге к комнате для голосования сопровождает конвой. Процедура выбора губернатора Самарской области проходит на территории колонии номер 15. Свой голос отдают женщины, находящиеся в следственном изоляторе. Конституция Российской Федерации определяет равные права граждан и право избирать. Соответственно, единый день голосования он совершенно всем предоставляет жителям Самарской области и не только Самарской области, а право выразить свою волю по поводу дальнейшего развития региона. Перед началом голосования общественные наблюдатели проконтролировали соблюдение всех необходимых процедур. В присутствии было снято закрывающее устройство. Здесь два члена Министерской избирательной комиссии. Соответственно, для выхода все соответствует процедурам, которые предусмотрены. В следственном изоляторе при женской колонии номер 15 находятся 65 человек, обладающих правом голоса. Всего в четырех СИЗО и туберкулезной больнице находится 951 избиратель. Все они получили необходимую информацию о кандидатах и сроках проведения голосования. По словам руководства регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, как правило, явка в местах лишения свободы составляет 100%. Работаем непосредственно со всеми последствиями, всех кандидатов доводим, все сроки, все избирательные комиссии с удовольствием к нам тоже едут, потому что довольно быстро и стопроцентно я в копидж. Представители участковых избирательных комиссий сами приезжают к подследственным в места лишения свободы. Как правило, процедура голосования занимает порядка трех часов. Если суд назначил человеку меру пресечения домашний арест без права выхода из дома, к нему также придут из участковой комиссии. Напомним, выборы губернатора Самарской области проходят 8, 9 и 10 сентября. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События. В этот день, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. 872-дневная блокада закончилась 27 января 1944 года в результате проведения Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. Немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Цветы к вечному огню возложили представители общественной организации, жители блокадного Ленинграда, члены ветеранских организаций, кадеты и школьники. Подробнее в нашем сюжете. Эдуард Марчик, как и все участники городской общественной организации и жители блокадного Ленинграда, в Парк Победы приходит дважды в год. 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в день ее окончания. Илья Эренбург, наш замечательный публицист, писатель, поэт, и даже был вице-президентом комитета мира, он так сказал, мы потому вошли в Берлин, потому что немцы не вошли в Ленинград. Именно вот стойкость наших ленинградцев, она вдохновляла вообще весь советский народ. Конечно, блокада принесла колоссальное горе в семье наших советских людей. Блокада города на Неве началась в 41-м году в 7 часов вечера с массированной воздушной бомбардировки. В этот день на город было сброшено 6 327 зажигательных бомб. Блокада продлилась 872 дня и закончилась 27 января 44-го года в результате проведения ленинградско-новгородской стратегической наступательной операции. Немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Сегодня в Парке Победы прошел памятный митинг. Цветы к вечному окню возложили представители общественной организации, жители блокадного Ленинграда, члены ветеранских организаций, кадеты, школьники. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли в себе силы прийти сюда и вспомнить тот трагический день, когда вы оказались в блокадном Ленинграде. Спасибо, ребята, за то, что вы сегодня, помня, в самые страшные дни истории нашей страны, пришли сегодня сказать спасибо этим людям, которые ковали победу в 41-м году. Самарская организация жителей блокадного Ленинграда существует уже 32 года. За это время ее участниками была проделана большая работа по сохранению памяти об одной из наиболее трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны по патриотическому воспитанию школьников. В школе номер 90 создан музей, посвященный жителям блокадного Ленинграда. Некоторые из них детьми были вывезены из голодного города и оказались в Куйбышеве. Куйбышев Самара стал городом, который приютил маленьких детей блокадного Ленинграда. Многие из них после Великой Отечественной войны вернулись обратно в Ленинград, в Санкт-Петербург. Но часть из них осталась в нашем городе, связав свою дальнейшую жизнь с судьбой Самары. Они состоялись в профессиях, здесь обрели семьи, вырастили детей. Но память о родном городе, о родных, которые остались в блокаду Ленинграда, она жива по сей день. В истории нашей великой страны сегодня страница 8 сентября очень трагичная. Мы вспоминаем начало блокады Ленинграда, где практически 900 дней люди, в основном это гражданские лица, были лишены возможности и питаться, лишены электричества. Наступила зима, наступила еще проблема с холодом. Но, тем не менее, они не просто жили и умирали, они трудились, работали предприятия, которые выпускали снаряды, патроны, ремонтировали боевую технику. Самое большое мемориальное захоронение находится на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Там похоронено 520 тысяч ленинградцев. Всего же за время блокады погибли почти полтора миллиона человек, и только 3% из них от бомбежек, остальные умерли от голода. В Самаре продолжается Всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки». Организаторы – Совет ректоров вузов Самарской области и Министерства образования и науки региона. В рамках форума прошла встреча с победителями областной студенческой конференции и областного конкурса «Молодой ученый». Подробнее в нашем сюжете. Они хотят развивать науку и при этом думают о том, чтобы не навредить. Аспирант СГТО Наталья Ильичева работает над созданием биоразлагаемого пластика, который можно использовать в костной хирургии и тканной инженерии. Я создаю такую рецептуру для пластиков для того, чтобы они быстрее разлагались в природе, потому что сейчас актуальна проблема пластиковых отходов. В структуру вводятся такие фрагменты, которые благоприятны для бактерий, которые как раз их разрушают. Победитель в номинации «Кандидат раздела естественной науки» Алексей Торбин в научной работе исследовал процесс плазменного горения. «Идея в том, чтобы поместить плазму в зону горения и увеличить, повысить характеристики пламен». В этом году 277 студентов, аспирантов, кандидатов наук представили свои работы в различных областях науки. Победителями стали 99 человек. «Поддержка молодых ученых – это приоритет и законодательной власти, и исполнительной власти. И это надо держать в центре внимания, потому что, основываясь на этом, мы будем двигать все вперед. Для того, чтобы развивалось все и двигалось вперед, мы должны совершенствовать законодательную составляющую». Размер денежной премии составит от 50 до 150 тысяч рублей. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Кировском районе в этом году отремонтировали шесть дворов благодаря программе формирования комфортной городской среды. И еще столько же по проекту «Содействие». Протестировали новые зоны отдыха и развлечений глава района администрации и местные жители. Новые современные детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха увидели и наши корреспонденты. Старшая по дому Тамара Лонина предложила жителям двора по Старозагора 184 обновить прилегающую территорию. Для этого нужно было снести старую полуразрушенную спортплощадку еще советских времен и выкосить сорняки. А на освободившейся территории построить новую дорогу, парковку, поставить скамейки, современную детскую и спортивную площадки, тротуары, высадить газоны, установить фонари. В итоге все получилось на славу. Теперь это любимое место встречи и отдыха местных жителей. Впереди двор ждет озеленение. Хотелось бы деревьев, невысокорастущих, то есть рябинку, каштаны. Будем за благоустройством следить, за разными, ну то есть за лавочками, за мафами, за детской зоной. Построить новый современный уютный двор удалось благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Наблюдая, как преображался двор соседей, председатель МКД номер 192 по Старозагоре Валентина Дитце тоже решила заняться благоустройством своего двора. Территория нашего дома крайне мала и очень много коммуникаций находится. Нам минимально детскую площадку, пара скамейек, лавочек для пожилых граждан, маломобильных групп населения, ну и парковочные места. Поздравить самарцев с наступающим днем города приехал глава Кировского района Игорь Рудаков. Этим летом по нацпроекту в порядок в его районе привели шесть внутриквартальных территорий. Кроме этого, по проекту «Содействие» дополнительно шесть дворов приобрели современный комфортный облик. Территории получились очень хорошие. Если смотреть на картинки, что было и стало, ну это, конечно, небо и земля. Жители это сами видят и это в любом случае их мотивирует на дальнейшее, так скажем, содержание и контроль за этой территорией, чтобы вандализма не было. Все оборудование сертифицировано. Все площадки, которые находятся, игровые, они обеспечены травмобезопасным покрытием по новому нормативу. Соответственно, все, что жители хотели и в проект внесли, мы все это реализовали. Во всех дворах мы сразу закладываем вид работы. Это установка нового дворового освещения, то есть новые опоры, новые светильники светодиодные, они энергосберегающие. Мы все дворы осветили, жители это заметили. Слов благодарности очень много, они давно этого ждали, поэтому больше перебоев с электричеством у нас не будет. На этом работа по модернизации дворов в Самаре не заканчивается. В следующем году благоустройство дворов в Кировском районе продолжится. Дизайн будет соответствовать современным трендам. В этом году в Самаре только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» преобразились 51 двор и 4 общественных пространства. По губернаторскому проекту содействия обновляется более 20 территорий. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Овощи, фрукты, мед, мясные и молочные продукты. В Самаре продолжает свою работу сезонная сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина. Все товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности. Для пенсионеров, которые торгуют продукцией, выращенные на дачах, выделены специальные торговые места. За свежими овощами, фруктами и речной рыбой отправилась и наш корреспондент Ольга Павлова. Пенсионерка Валентина Рязанцева торгует с песней и хорошим настроением. С пятницы по воскресенье жительница сельского поселения Рождествено встает пораньше и везет жителям большого города продукты, выращенные в собственном огороде. Вот огурцы и корневая петрушка, сельдерель, свекла, морковь, зелень вот всякая. Как вам вообще обстановка? Как любит ли пенсионеров? Хорошо, для нас все условия, слава Богу. В этом году на ярмарке, который 25 августа открылся в музее Алабина, находят покупателей более 60 пенсионеров. Для сельхозпроизводителей 157 мест. Житель Сызрани Михаил Гнусарев выращивает на своем участке более 100 сортов винограда и ежегодно приезжает на ярмарку с большим и вкусным урожаем. Любит скрещивать сорта и выводить новые культуры. Есть даже лицензионные некоторые сорта, вот такие как Аватар, Хэллоуин, там, Ламборджини. Выращивать виноград Михаил начал после знакомства с человеком, которому врачи по состоянию здоровья рекомендовали есть эту ягоду. По мнению медиков, виноград благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. И когда я к нему попал, вот, мое сердце растаяло, я как увидел и влюбился. А если ты влюбишься в виноград, то все, жизнь вот она и пойдет виноградная. Все представленные на ярмарке товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности. Покупателям предлагают овощи, фрукты, мед, мясные и молочные продукты от местных сельхозпроизводителей и фермеров из других регионов нашей страны. В том числе Республик Мариэл и Башкортостан, Ульяновской области и других. На ярмарке широкий выбор как цен, так и качества продукции. Также всегда можно попробовать, в отличие от магазина, перед тем, как что-то купить. Ну и, конечно, поторговаться тоже можно. Народ, зелень, свой огород, половина сахара, половина конкретный мед, пожалуйста, мимо не проходим. Кроме мясной и рыбной продукции самарцам предлагают зелень, а вернее много зелени. Ганш Довлатов торгует на ярмарке у музея Алабина ежегодно. Говорит, витамины жители города очень любят. Здесь шпинат, розмарин, кинза, редиска, все есть, девушка. Хорошо на вас берет? Возвлек есть. Хорошо люди покупают? Ну, дешевле сделаем, конечно, покупают. Но покупая зелень, не стоит забывать о мясе, особенно диетическом. Фермеров Ержан Шукуров торгует молочной продукцией, колбасой и кониной. Мясо конина, она вообще, по идее, диетическое мясо. И она, вот в отличие от говядины, допустим, она усваивается в организме в течение трех часов. А говядина усваивается в организме в течение 16 часов. То есть она намного полезнее, так сказать, и на износ организм не работает. На ярмарке действует единый дизайн-код, используются фартуки, ценники и другие элементы единого образца. За качеством продукции следит Самарское ветеринарное объединение. Помимо систематических проверок, лаборатория предоставляет услуги санитарной экспертизы. Ярмарку у Алабина жители Самары ценят за качественные и свежие продукты. Нравится, я хожу сюда постоянно. Зачем сегодня пришли? С какими товарами? За рыбой. И попробовать дают, и пакеты бесплатно, все, что нужно, все, пожалуйста. А вы зачем конкретно пришли? За какими товарами? За фруктами, за мясом, за молочкой. А почему вот именно сюда приходится? Ну, как почему? Свежая продукция. Ярмарка у музея Алабина работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 утра до 6 часов вечера. Так что еще есть возможность встретить выходные с лакомым кусочком, приобретенным у местных сельхозпроизводителей. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре стартовал 4-й международный фестиваль искусств «Шостакович над временем». Он будет радовать зрителей до 2 октября на разных площадках города. В программе оперные, балетные и драматические спектакли, симфоническая, камерная, инструментальная, вокальная и хоровая музыка, творческие встречи, мастер-класс и круглый стол. 9 сентября в 19.00 состоится концерт-открытие в Самарском академическом театре оперы и балета с участием выдающихся мастеров искусств. 11 сентября в 19.00 в Самарской филармонии представят новую версию спектакля «Онегин», специально для которой был снят киноряд. Сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». 10 сентября в день города Департамент экономического развития, инвестиций и торговли организует на площади Куйбышева ежегодную выставку-продажу «Сделано в Самаре». На главной площади свою продукцию презентуют более 50 предпринимателей. Жители и гости города не только смогут принять участие в мастер-классах и розыгрыше призов, но и сделать яркие запоминающиеся покупки, пишет телеграм-канал администрации Куйбышевского района. В парке «Воронежские озера» прошла встреча врача-терапевта и психолога Самарской городской поликлиники «Новер 6» с участниками группы «Активное долголетие». Жителям рассказали о принципах здорового сна и дали медико-профилактические рекомендации борьбы с бессонницей. В парке проходят занятия группы «Скандинавской ходьбой» с тренером-общественником. В завершение встречи спортсмены вместе с медработниками провели активную тренировку на свежем воздухе. Информирует телеграм-канал промышленного района. На этом выпуск завершен. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»